Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ты хочешь маленькую шагу? Ну, немножко. Ну, туда, смотри. Дай-ка я сюда поможу. А ты что, не будешь есть? Я буду, я с этой стороны присаду. Подожди, мне надо ее завернуть. Эх, жаль Ольгу. Жаль деду Василию. Да, Оля была бы жизнь другая у нас совсем, Саша. Да. С Ольгой совсем другая жизнь была бы. Она, извини меня. Она знаешь, как в гору пошла бы? Она и так ее сразу начальником отдела поставила. Что ей, что надо было. Все злись, вот такие глаза. Все завидовали. Еще как завидовали. И твоей маме так же. И тоже высшее образование. Блядь, это перестройка. Ее же, ну куда, куда бедной бежать, работать. И на тебе пригласили в пожарку. А там и что? Дурочки с переводочкой с пожарки. На курсов походили. Вот они пожарники. И вот они, знаешь, вот такие вот все на нее. Со злости. Хватило. И то, и другое. Правильно, что... Ладно, давай быстро. Держи. Потому что моя мама была самая красивая. Мать красивая была и замок мертвая. Она не дула. У нее много глаза. И до сих пор еще пяли. Блин, жаль. Мне кажется, я виноват. А чего ты виноват? Что ты... Не, я просто... Знаешь, я когда... Быстро, быстро, а то стынет. Когда выпью алкоголь, много. Никогда не пей. Все. Нет, я просто пробовал. Понять, что такое... Что такое россиян. Перестань. Ешь быстро. Дай-ка я кипятка чуть-чуть. На. Я сейчас поставлю. Я, короче, чувствовал вселенскую... Перестань говорить. Ешь давай. Я с воды еще на мир поставлю. Вселенскую боль и ответственность за все. Что я во всем виноват. Во всей вселенной. Перестань. Это что такое? Что Бог создал вселенную. Нет. Ты завелся что-ли? Да нет. Ну так ешь давай. Я с тобой поем и все. А то и поесть не дашь как надо. Молчу, молчу. Ну молчи и все. Я сейчас вот остатки себе вылью горячего еще. Нали, майоречки и все. Она садится. Ручки ее все перетерла. Дей давай, дай я туда колесу. Нали. Вот что, тут уже мало. А я же наливаю тебя. Он горячий сейчас еще. Вода кипяченая ей только нагреться. Там есть? Так. Что такое тут больше бутылок? Никола считал еще бутылка должна быть. Интересно. Значит я сдохну. А мы сегодня не везли, наверное, воду. Или везли? Не везли, наверное. Вот вода. Она должна... У меня было три бутылки. Иначе не везли. Вот. Теперь вот эти бутылки. Что тут такое? Вот. Пошел к этому. Быстреньки перекусим и пойдем. Вот. Вот. Мне лук сегодня не надо немедленно посадить. Может с простыней все. Да. Ах. Большой холод. Не, вот это не надо. Ну, не. Понятно. Олег это хорошо. Что? Думаешь, нужно съесть? Самое вкусное. Какая-то, какая-то. А не бородия. Попробуем. 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 Я подойду поддавляю на ленту. Я считала, есть тут две декольки варить. Пока. Вот эта булочка вкусная. Клинтилёк. Знаете, были и удовольствием перед Новым годом. Даже слаблорёк в колонии всегда зашла. Я заказала им. Я говорю, почему они такие вкусные, хорошие, у нас универсальные. Они заказали. А я послали на базар. Хлеб был. Спросила она, где есть. Но я почти была. Пойдём подождём. А потом... В России теперь делают? А? Теперь в России делают. Угу. А города-то украинские всё равно в России. Куда они идут? Куда они идут? Куда. Я лодыри. Во-первых, они... Если ты хотел знать... Жизнь легкая Растет Они картошку никогда не окучивали На Западе Не надо им зачем Она и так растет Зачем им много Яблоки растут Их не надо Воткнул и растут Так же все фрукты Получается везде где тепло Легко все Конечно легко Так тепло не только в Украине Еще и в разных местах В Сочи А в Сочи знаете как война-то была Одесса, Шойгу Они говорят это наша Он как угнал сразу Все вот эти вот Пароходства И танки И все в ходках Пустил А они хотели А после как умер Брежнев Как и началось А это Тебя это хотели в Сочи Кто хотел заходить в Сочи Украинцы А Сочи это да Такое место Краснодарский край Это В Краснодарском крае Нашла Как бы то ни было А это край Так же как Краснодарский край Краснодарский край Относится Так и в Москве Москва Черезмерно Перенаселена Самый Густо заселенный Город Потому что Чай не даешь? А? Чай мне Да Я там как снов Паразитов Этих Вырвал Ну Сорняков Ну Это Надеюсь Володно Себя там Вырвал Там Мои сушитости Паразит Сорнял Потом снова Сложишь И сюда Сложишь Зачем? Ну Слечи накроешь А Сожария Пару Сложишь Я пойду Набрел Сама Набрел 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 Горячим Пару Пишка Набрел Я золотки Не люблю Пойду На базар Куплю Всегда Кемали Надо Мне купить Ты знаешь Компотную смесь Купила Я не могла Компот Не понравился Она мне А Лариса Мне дала Она Я взяла Сухой весь Компот Сухофрукты И отдала Ей Говорю Не надо Все Я сварила Мне не нравится Она мне сварила Говорит Мама И по кушке Компотик Я пришла Она туда Знаешь Фрукты А потом Облепихи Насыпала Сварила Знаешь С добавлением Какой вкусный Компот Это Как Компот Насыпав Уж Такое чувство Что Если бы Ворвался Если бы сюда сейчас ворвался какой-нибудь разбойник, он бы мог убить нас, и мы его не нашли даже. А как собаки еще последуют? Не хочет. То есть он просто забежал, допустим, и его свет остался, и потом он бежит, помешивает на него? Да. А если тоже? Ну, недалеко. Так. Это один, два, три, четвертый дом. Женщина. Маша, я помню. Где белого дня? Ну, что-то сдался? Угу. Маш бежал. А куда? Несмотря, что ей афганец сын, он приехал. Они выпивали. Она любила Машу выпить, но она как-то порядочная женщина. Ну, выпивали. Они с вами обедали, видать, потому что чайник был. Он оставил на плечах. Ну, он ее зарежал. Он приехал, сын. А он вышел из дома. Сюда. Во двор-то. Ну, это. А он говорит, а где мама? Да, мать, вот. Она только что пошла к соседям. А ты знаешь, душа-то чувствует. Он повернулся, отъехал и обратно вернулся на машину. Он был. Приехала, она лежит. Он его зарежал, еще кипятком облил щенок. Ну, неизвестно. Не нашли они. Он сбежал в тот город. Он вообще сбежал. Не нашли. Наша милиция не нашла его. Наша милиция достойные работники. Они вообще умеют ловить, поймать преступника и убиться. Они умеют. Они вообще мощно. Кадык бьют. Кадык бьют. Кадык бьют. Не знаю, искать. Конечно, он заявлял и... Ну, кто знает. Он сбежал. Скотина. Это кто был сожитель ее? Угу. Спасибо. Слова. А познакомился где? Где у него жюнер, она пошла на кладбище. Он на ногу бьет. А он там шарахался и просто к ней прибыл. Вот таким методом. Я его видела. Ну, он, я считаю, одного из... Мы уже зашли, сейчас с камеры наблюдения, распознавания лиц. Они могут поставить... Я не спрашиваю. Не знаю. Они могут еще найти его при помощи камер наблюдения. Он повойдет в магазин, там лицо сосканирует раз-то, лицо-пять-то. Лицо вот. Выпадает. Ну, это Россия. А что они, как бы их не промерили в должности, если они не нашли? Не знаю. Я ничего не знаю. Вот как было, я тебе сказал. Ну, просто забили, да. Да. Ну, да. У нас милиция, она правильно вступает. Как это? Били? Да. 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 Бабка была воровка. Говорят мне Бога. Бога наказал. Бога? Я не срезала. Я была насадила по добору посонки. А то, а детки? Прихожу, ни одной посонки нет. Мама, сука их. Все срезаны были. Я принесла при дела. Потом я ее зацепила. Вот так вот пришла. Где-нибудь. А у меня порвано было штора. Штора. Я, ну, как простынь. Как у простынь детка была. Слышу, стукнула их на ворота. Мне все сукать. Слышу. Слышу. Дальше. Угу. Я вот так вот встала. И дырку смотрю. Она с лопатой и с сумкой. Оходит. Уральская неверная. Или летит сломал. Она старая. А вот эти поросли пошли. Как у нас. Эти поросли. Поросли так подоносили. И она лопатой. А что за поросли? Ну, вот ты видишь. У нас. Пепень. Это же поросли. Пепень. Это яблоко. Яблоко. Юра Аслана не у нас такая же яблоко. Но она и летит сломал. Да. Она старая была. И вот пошли от нее сбоку поросли. У нас же эти поросли видят сейчас. Ты же видишь. Привязывается. Мы с тобой его и с ним. А, ну я понял. Мы привязывали. Это просто дерево. Да. Мы привязывали. А у них прямо это. Сильно сломали ветер. И пустали. И они там пенешок оставался. И они росли. Притом много. Ну, два побега или три даже было. И они выросли большие. А ветер потом их сломал. Вот. Они плодоносили. И она пошел. Яблочки эти набрала. Насыпали. Нарубила. Ну, лопатой. По веткам. Ааа. А я раз. Потом прихожу. А у меня тоже большущая ветка. Тоже голая. Я взяла. Позвонила ветке. Ветка прибежала. А я увидела уже у ветки второй раз. Первый раз я промочала. Так она знает что. Мы. Она приехала. Я. И. И. Ивана Рожина. И детка. И стоим разговариваем. А она сучка какая-то. Детка кричит. Ну-ка давай бабушка выходи сюда. Выходи. Она знаешь что сделала? Она схватила палку. Давай у нас палки бросать. И что ты думаешь. А далекого. Я не. Не была. Здесь. Здесь другие люди были. И вдруг опять. Она появилась. А кто ее фамилия? Э. Ничего не знает. Ну. А внешность какая? Ивана Рожина. Старая. 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 Стардевая такая. Не знаю я. И даже не продемонстрировала. Что я загулярую я. И что получается. У нее три сына. Сынь. Там один сад. Вот это на этом у нас сына купили сад в Галюбке, а третьего там целая дача, большой, хороший сад на 9-м квартале. И вот внук того, сына. Ты их видела, внуков, сынок? Ну, внуков я не видела, а сынок всех видела. Ну, они все как спаляне или как русские? Они нормальные виды. Я не знаю, не задавайте вопросы. Нормальные виды. Эти невесты продали. Даже эта женщина, вот сейчас, моя жена, она как идет, говорит, все акшмонала. Все говорят, дабочки, еще горох какой или морковка какая. Все, говорит, положит и бежит на газар продавать. И что она делала? Вреду, целую вреду, но очистила именно пол. И вот еще в церкви один раз я ее видела. Была, наверное, Пасха, потому что мы выходили из церкви, и она идет в церковь. Думаю, ах же ты грешница. И вот три сына, она замучила их. И внуки Павле тоже дарила. Мало того, что у них еще и у них. Вот вот третий сын какой-то грамотный мужик. Я его видела, как он ее гонял здесь. Соседка, она изжила соседка рядом. А бедная отступила со сада Валя Заси Небесной. И это как вот, она решила продавать себе этот сад. Она из-за него вцепилась купить. Еще не продала та. Еще документы же, знаешь. А она уже в ее саде. И сын тут дарчик решила. Как увидел, как он ее понес. И что ты думаешь? Павел сын отборовал. А мальчего рассказал, мужик у нас в дворе живет. Он рядом с ее сыном, тем был, который дарчик. И там всех отборовала она. И вдруг он ее здесь и видел. А вот эта бабушка, что ты здесь шарахаешь? И она говорит, что ты думаешь? Значит ли, нищетливые люди видите. Я говорю, что это? А потом ты его поймешь. И вот она там отборовала. И потом сюда. Значит, ей поймает мужик у нас в дворе. И вот дура. Подумала бы о себе. И что Господь бы ей сделал? Тот сын умер, который на девятом саде лежит. Сын умер. И этот сын. Ты знаешь, что он дарует и горит. Батюшка так говорит, не грешите, не грешите, не обижайте людей. Вы не перенесёте, Боря, ваши дети перенесут, не перенесёте. Поэтому я уже... Ну а если не крещённый? Ну так, не крещённый, не крещённый. То он вам может что угодно делать? Ну конечно, сложно. Ну почему вот они вытворяют, как описались, а они ничего не имеют. Может это просто философия? Не философия. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Если ты хотел знать. Это Библия. Что в Библии. Писаны, то всё правда. Сейчас. Вот что Библию писать. Уже к этому идёт. Да, да, да. К этому идёт. Да. Я тоже об этом говорю. Идёт. Идёт. Да, идёт. А ты конкретно какие факты? А? Что можешь принести к примеру? У бабушки была Библия. Дедушка читала. Мама слушала. Собирались перейти к нему. Он грамотный был. Прадед. Не дед мой. А прадед. По бабушке. И прабабушка была ещё тогда жива. И вот он грамотный. Он садится на пол. Дом был большой. Вот и переговоров не было. Двери и всё. Печка русская. И он садится и мы говорили. Он сказал. Придёт время. Белая нация полностью будет уничтожена. И на Белом свете на земле будет существовать только жёлтая раса. К этому идёт. А, то есть китайцы? К этому идёт. Вот только китайцы схватились быстро. Китайцы. Ну, китайцы. Якобы это придумали. Вот эти болезни сейчас страдали мне. А это американцы придумали. В Америке-то навалом этих китайцев. Это американцы. Они сказали. Не мы. Они нас первые заразили. А теперь весь мир заражён. Вот так. Ладно. Может я завтра приду. Так что эту заварочку сейчас солью. Убирать на других. Пусть она. Надо снимать. Такая рука твоя не может. И чё так. Ещё доделать. То есть я знаю. Ещё сюда ездить. Что и ладно. Ты вот приехал. Так всё таки. Сделали больше. Сейчас пойдём остальное доделывать. Сейчас крышечкой накрою. Ладно. Почла я там собирать. Вот так. Я не могу уже сейчас ходить в церковь. Во-первых я боюсь из-за головокружения. Да. А меньше вообще не разрешили никому идти. Угу. Из-за коронавируса. Ну конечно. И на кладбище. Надо же вот на кладбище идти. Тоже заплатили. И вообще до кладбища. Говорили никого не допускают. Даже и браться. Да почему именно до кладбища? Нет. Почему кладбище не допускают? Не знаю. Никого не допускают. Лариса узнавала. Надо бы поехать было убрать могилки. Говорит. А в загородили никого не допускают. Трупы что ли? А? Трупы испускают. Почему? А люди сбегаются все? Трупы не ходят. Говорит. Я иду по городу. Там люди сбегаются. Все толпами ходят. Группами ходят. Ты ходил на кладбище? А вот иди-ка походи. Сходи-ка на кладбище. Знаешь столько там народу. У него. Они дышат, они отходят кругом. По дороге. Почему на автобусе? На своих машинах и пешком. А на автобусе это вообще убийство. Вот и пожалуйста. Сплошная зараза. На автобусе еще. Вот я езжу в сад на автобусе. Ну ездишь. Что ты много людей видел? Я езжу. Пустые. Считай полупустые. Эти как его автобусы. Автобус считай полупустые. Я и вчера на базар ездила. Я вчера вообще в больницу два раза съездила. Теперь на базар съездила. В общем я три раза и по городу сапоги забрала. Меня ремонтировала Таня. Вот ты говоришь. Могу ли увидеть лицо вот той бабки? Она сдохла. Блин. Вообще. Она сдохла. Ни хода, ничего. Ни хода. Зачем она тебе это шло? Ну узнаю какое у нее лицо. У меня славянское лицо сняли. Я вот. Самое главное забыла. Забыла. У нее голова, рожа. Вот. Забыла. Мне же дала Таня. Это и Марина Новосова. И я ставила. Надо было ее взять сегодня. А вот осенью. Когда она говорит. От плода носит. Просто под самый корень взяли. Говорят. Срежь. И все. А мы свои 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 приебали. И ничего. Ягоды не делали. Говорят. Не надо ни приебать. Прямо. Она говорит. Тут же отрастает. И прямо наносит. Ну не знаю. Она дала. Не надо было. Она придет. Завтра придет. Не привезу деньги. Она говорит. Постави. Прикопай. Приметь все. Ты увидишь. Ягоды не подниматься. Говорю. Говорю. Не ладно. Я забыла. Сейчас. Вот так. Жизнь. Не поле перейти. Мама. Царство небесное. Говорила. Жизнь надо по-человечески. И вот он. Вот он обижает. Правильно говорит батюшка. Не обижает себе друг друга. Не умеет. Ну что только не делают. И сколько таких примеров. Деды. Прадеды. Деды. Так же рассказывают. Так же рассказывают. И библия. Ну смотри. Раньше. Ну что. Детей. Там переболели. Нельзя. Рожать не может. То еще другое. А теперь ведь. Обои инвалиды. Детей нет. А ребенка взяли. И у нас теперь уже придумали. Это все раскатали. Или знали. И нашли. Как это делается. Вот. Все нашли. Оттуда во все. Раскопки. Был мир. Было. А что наводнения. У нас. У нас. Или мы всего умрем. Или так же. Вот это. Мы не доживем. Как наши дети. Дети. Вместе. Доживем. Правники. И даже. И украправник. Все равно. А оно уже к этому идет. Буду замыкать. Снимает. Говорит. Вот ты замыкала. Говорит. Буду все равно. Замыкать. 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 Что. Я уже устала. Все это. Продолжение следует. Если уже. Побуду. Замыкать. Доктора. Все выливаю. Ничего. Не лезь. Не воду. И все буду выливать. Так. Это чисто. Это чисто. Все. Пойду. Чудо. Так. Так. У нас. Звуки. Хуже. Зверин. А. Зверство. Это. Деньги. Леди. Зверюли. Десница. И не знают. Меры. Вот. От. Дальше. Деньги. От. Посмотри. Что будет. Я уже все передумала. Доми. Так. Жал. Не жал. Жалко, жалко, потому что я не смогу, я не смогу без ягода лежать. А если шляпы мне, ягоды будут собереть все самое главное, в картошку попасть, воровали будут. Че? Шесть или семь белков я сняла, вот, из-за этой капусты. И один белок, Лариса, сколько сняла? Один. Куда белки делятся? Он ничего не садит, картошку попыкает, а приезжает за картошкой, ну, картошка, все. Надо все домой пожрать, ждать они хотят все. Да, бушная жереба. Вот. Их крупные, большие белки сложатся, прямо вырваны из свои места. Другие не садят, а жалко надо. Я говорю, ты почему не садишь, что ничего не делал, ничего не делал. Это загородка такая есть, она закрыла, что она там подсадила на кнове. А тут пьет. Тут это бывает. Молодая женщина. Я не пью. Молодая женщина. Избаловала все. Я вообще не понимаю, какое удовольствие я там подняла. Гадость. Гадость сама. Тоже не понимаю. Ну, а зачем ты пьешь на праздник? А на праздник, бабушка сказала, если ты выпьешь раз в год на праздник, это вот особенно Пасха, вот столечка. Ты не почувствуешь, что ты выпьешь. Ничего. Да. Выпил, закусили все. Бариса купила вот такую бутылочку коньяка. Мы взяли половину, половину этой бутылочки, представь себе. Вот по столечке, Рюмочка. Рюмочки, вот по песенке. Она из себя убила и меня. Я, знаешь, я повела, как таракан, спать хочу. Уже не так. Ну, ладно, пойду, а то я их не посажу. Пойду. Шарби с ним бы все. Я сказала, убрала. Стена болит, поясница болит. Все болит. Что делать? Одна ехала со мной вчера в автобусе. Все взяла. Ой, ну, все болит. Все болит. Я говорю, слушай, у тебя две палки в руки, больная. А не зря врач в нашем доме сказал. Говорит, палки в руки, больные. А что ты, говорит, носишься на меня? Он же видел, как на скорой помощи приезжали у меня, на носилках заносили. Он видел, как плохо. Я говорю, я такой человек. Я говорю, я хожу сейчас, остановлю прям. Он говорит, прямо, я говорю, прямо так и больные. И она, прямо говорит, палки в руки. Ой, руки в руки. И ноги варят. А что же ты мотаешь и лазишь по базару, если тебе все больное? И внуки, внучки есть. И взрослые уже. И внуки есть. Правнуки даже есть. Если тебе больная. Я заболела, так я уже не стала говорить. Прошу Ларису, прошу Сергея, чтобы помогли. Плохо я не могу. Если смешать Сергеевский сок немножко с персиком, получается вкусный сок. Не надо мне персик, у меня аллергия на этот страшный персик. Ну, на что у тебя нет аллергии? На все. Я ягоды ем и все. Сейчас никаких, ни яблок, ни счастливых. Это есть морс, варенье, морс есть. Ну, все. У меня и морсик есть, и повидло есть. Но надо снова делать со смородинами, и со смородинами морозиной. Если смешать сок с морсиком, 50 на 50 будет вкусно. Надо, хватит. Не снижает давление. И вот тесница сильно развалилась. Тоже колбольное давление. Вот, вот, чему я могу. Блин. Может быть, это зараз волосилось. А? Тесночилось, начальник. Так, ты что, стакан этот. Опять, да? Заблителю. В più, да. Надо просить Сергея все в воде принять. Ты сегодня не попадешь, Сергей. Я ему позвоню, наверное, если же Сергея, что я не могу. Саша помогает, что я приведу, по воде я найду. А вот, Левочка, сюда спрятанная. Горе, горе. У меня такое телевизорение. Это крышки куда-то делали. Так, это надо взять домой. Это надо взять домой. Где там сумки? Чтобы сумки как бы положил. Пяточки эти пусть не взят на столе. Так, ножик я пока здесь, а потом я туда забрасываю. Я ножик вот сюда вот забрасываю в синий. Так, что здесь? Вот смотри, как это получается, как болеет. Ой, что-то боится, что-то было. А, как на лечке это, а по-моему, болеет. Вот это, что-то сделано. Ох. А ты знаешь, что? Я на лекарство, я на лекарство, там нигде не видно, у нас подел. Я с калометами ходить не взяла. Возом калометам. Я с калометами там? Да. Ну ладно, лекарство, я сейчас замерила. Я съела там, надо мне медленно выпить. И как поясница разболелась. Это редкость бывает. Это у меня дым не идет совсем. Надо это и все дальше сбросить. Это перекопать, приготовить грибы. А если это готово, это уже садить я не смогу. Завтра посажим на эту морковь. Стареешь, тело становится нехорошим, гортится. Япленно все. Более противнейший тоже не знала. Где на эти, где на эти нам пахали? Что, перетахали? Что-то кашляю. И в пальцах вот так. Все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...